Всем огромнейший привет! Сегодня снимаю видео про расхламление, про выкинштейны. Буду показывать вам свою одежду, с которой я решила расстаться. Ну и мотивация данного видео это ремонт. И кстати именно из-за ремонта я не смогу вам показать вещи на себе, не будет в этот раз примерки, но надеюсь, что вы меня простите, все вещи я вам буду показывать на кровати. Я выкидываю вот такие шорты. Покупались они аж в 2011 году под своеобразный топик. Топик мне нравится кстати до сих пор, а вот шорты уже давно нет. Теперь я их очень-очень давно считаю, что они смотрятся весьма своеобразно. Оставила их для хождения по своему участку, а теперь его у меня нет. Совсем не они стали не актуальны, хотя можно для дома было бы их оставить, но они мешковато смотрятся, особенно та часть, которая идет ниже молнии. И в общем-то идут они, как вы понимаете, в мусор. Дальше я выкидываю джинсовые шорты с распродажи, которые я так ни разу и не одела. У них завышенная талия, но при этом очень и очень сильно открыта попа. Прям через чур, куда я только смотрела при покупке. Ну в общем в таких я думала ходить на пляже по югу, но юг от нас находится примерно в 3000 километров и бываю я там ну очень-очень редко. Хотя рисунок мне до сих пор нравится, прям безумно нравится и мне из-за него очень даже с ними тяжело расставаться. Но здравом мысля я все же понимаю, что они валяются у меня совершенно без дела. В своем городе, когда на улице находится полпопы, я точно в них никуда не пойду. Джинсы. Обожаю стразы, блески, различные нашивки и различные другие украшательства. И поэтому какое-то время именно эти джинсы у меня были в повседневном варианте. А потом они уже перешли в категорию все в сад. И зачем я их только забрала при переезде из дома в квартиру, остается для меня в принципе загадкой. Я их даже на тот момент не постирала после сада и так они у меня пролежали вот в таком неопрятно, можно сказать, виде. Примерно 4 года до этого момента. Ну в общем, конечно же я их выкидываю. Следом присоединяются на выкид еще одни джинсы. В них все хорошо, кроме заниженной талии. Здесь присутствуют элементы, которые я очень сильно люблю и которые воспринимаю за базовые. В данном случае это декорированные карманы. Данные карманы в отличном состоянии, впрочем, как и сами джинсы. Несмотря на то, что они прослужили мне лет, ну в целом 5, наверное, до переезда на эту квартиру. Я их очень активно носила. И в общем, теперь я решила, что карманы мне эти пригодятся в декоре джинсовой куртки. И поэтому я их срежу. Ну а сами джинсы, естественно, после такой кровожадной манипуляции с ножницами однозначно пойдут на выкид полностью. И уже даже я их никому не передам. Затем я расстаюсь с джинсами длиною 7,8. Тут есть очень-очень скромный декор, который уместен для меня, опять же, в качестве базы. И длина у них такая, которая подчеркивает мою хрупкость, миниатюрность. В хорошем смысле слова. Но опять же, они старенькие. И, конечно же, я в них очень давно никуда не выходила. И к тому же, снова у них заниженная талия, что на данный момент совершенно не актуально. В общем, перемещаю их смело в мусор. А вот эти джинсы моя любовь. Для меня они были и как база, если верх достаточно скромный. И как чуть ли не парадный вариант с интересной какой-то верхушкой, где уместно оказаться, конечно же, в джинсах. И стали у них абсолютно все отлично. Но за несколько лет нахождения их в коробке, я обнаружила, что стразы на них стали отпадать. Клей их уже совершенно не держит. Вот это для меня грусть и печаль. Но адекватно, если смотреть на эту вещь, то видно, что, конечно же, отсутствие страз их совершенно не красит. Ладно бы они как-то отпали незаметно, но, увы, отпечатки клея здесь видны. Поэтому данные джинсы тоже в мусор. Дальше у нас идут, как ни странно, снова джинсы. Да, это мой любимый вид одежды. И, кстати, снова сейчас в кадре вы видите мою самую любимую фирму среди джинс. Фирма хороша своим качеством ткани, пошивом. Им прям с носу нет. Ну и в ней я находила раньше интересные дизайны. Опять же, по моим меркам, достаточно скромненькие, базовые. Но, тем не менее, со вкусом. Не совсем уж какие-то банальные варианты джинсов. В общем, из плюсов у них украшательство и цвет, которые мне до сих пор очень-очень нравятся. Но и есть минусы, из-за чего я с ними расстаюсь. Это низкая посадка и прямые брючины, которые я, в принципе, уже давно не люблю. Так же, как и низкую посадку. Кстати, еще мне очень нравится у них фурнитура под старину. Ну, в общем, все равно с ними прощаюсь. Как бы я их не любила когда-то. И чтобы мне в них сейчас не нравилось. Так как фасончик все-таки уже для меня абсолютно не актуален. И тадам! На экране снова джинсы. И снова заниженной талией. Опять же, они у меня очень давно находятся. Ну, и, в общем-то, мне в них снова не нравится выглядывающая попа. Это не самый лучший вариант для города. И плюс я уже как-то переболела джинсами клеш. Хотя раньше мне это нравилось. И когда-то это было, в принципе, модно. Покупала я их снова на повседневку давным-давно. И мне тогда очень сильно подмигнули на них стразы в свое время. Хотя и сейчас бы они мне подмигнули. Я бы сейчас их захотела, данные джинсы. Но, конечно же, уже при другом варианте кроя. Кстати, я в них нашла даже билетик на проезд в 10 рублей. Не помню, когда у нас он был таковым. Что, опять же, доказывает, что данные джинсы лежат у меня без дела очень-очень много лет. И что я все-таки плюшкин. Да, я это осознаю. Но ничего с собой особо поделать не могу. И не удивляйтесь, опять джинсы в кадре. У них снова тот же минус, что и у многих предыдущих. То, что они с низкой талией. И плюс у них прямые брючины, которые я также носить не хочу на данный момент. Ну, а если прикрывать талию, то, опять же, пропадает то, из-за чего я покупала когда-то эти джинсы. То, чем они мне понравились. А именно, мне нравится у них цвет, качество материала. И плюс, конечно же, вышивка, наличие вышивки. И стразины в фурнитуре, которые спрячутся. В общем, ни туда, ни сюда. И, конечно же, выкидываем. И еще одни джинсы. На этот раз 7 восьмых. Вот такой замечательный летний вариант со скромной вышивкой на поясе и на карманах. Плюс с видимой фурнитурой внизу брючин, которые добавляют им изюм. Был у меня лет 10, наверное, тоже назад в ходу. Но, опять же, с той поры мода поменялась. Мои вкусы поменялись. В моде тогда была низкая посадка. Сейчас я к ней возвращаться не хочу. Даже если она вновь вернется, такая мода. И поэтому с данными джинсами я расстаюсь. Кстати, хранила я эти джинсы в том числе из-за того, что я пребываю уже очень много лет в одном размере. И этим я горжусь, если честно. И думала при переезде на тот момент, что вдруг я в них в лес куда-то выйду. Или еще куда-то, где можно не так современно одеться. И чтобы эту одежду было не жалко, если что-то с ней случится. Но в итоге, как вы поняли, пролежали они у меня абсолютно без дела, невостребованными. Много лет получается. И, наконец-то, я осознала, что дальше мне эти джинсы вообще никак не понадобятся. И пора от них избавляться. При том, что вот сейчас вы видите всего лишь 4 последних модели, которые я выкидываю. А их больше, как вы поняли. И вот уже сколько места они занимают. А когда это все добро вместе собрать, то это вообще огромное пространство, которое у меня пропадало почем зря. Ну и на очереди, как ни странно, у меня есть еще одни джинсы, которые я вам хочу показать. Правда, они уже из моей современности. То есть, они идут с завышенной талией. Они облегают ножки мои по всей длине. Но вот выкидываю, потому что у них облез скромненький декор в виде губ на заднем кармане. И самый главный косяк, казус, как говорится даже, они порвались. Вот раньше делали джинсы. Ткань была такая, что вот реально с носа нет. А сейчас я проходила в этих джинсах, ну может быть год. Причем, конечно же, не только в них. И они уже порвались. А сейчас вы видите мою любимую со школы маечку. Как вы догадываетесь, ей уже очень много лет. Ну прям очень-очень. Но она такая крутая базовая вещичка для меня в моем гардеробе была. Но вот все-таки она растянулась последнее время. Как бы бережно я за ней не ухаживала. Что опять же для меня грусть и печаль. Но время и носка вещам зачастую на пользу не идут. За что же я так горячо обожаю эту маечку? За то, что у нее гепарды есть. Один гепард вообще весь усыпан стразами. И плюс яркие попугайчики, яркий гепардик. В общем, у меня с ней было чуть ли не 50 комплектов на каждый день. Но тем не менее, вот все. Прощай. И еще одна маечка, которая живет в моем гардеробе. Опять же со школы, из которой я опять же расстаюсь. Тоже она мне очень нравилась на повседневную носку. За счет своего цвета, рисунка, блесточек на некоторых цветах. Ну и плюс, как я считаю, достаточно оригинального кроя. Вроде бы она и простенькая, но в то же время, опять же, не совсем банальная. В общем, как вы поняли, она у меня входила в основу базового гардероба. Но что-то в последнее время она сильно растянулась на груди. И в общем, она мне стала в этой области свободна. Поэтому good bye. Следующим пунктом на размусоривание идет платье. Оно не из магазина. Оно сшито было именно на меня. Но что-то я в нем актуальности в его фасоне уже давно не вижу. Поэтому я с ним смело решила расстаться. Хотя мне до сих пор нравится формат одежды, когда она идет прям по фигурке. Как раз как у этого платья. И плюс цвет мне также, несмотря на прошедшее время, его рассветка все еще очень даже импонирует. Дальше на Вакенштейн идет платье, которому снова очень много лет. Оно покупалось для моей самой первой поездки на юг. Впервые я его выгулила именно там, за 3000 километров от дома. И соответственно у меня с ним связаны ну прям очень приятные воспоминания. Плюс мне до сих пор нравится его расцветка. Вот этот вот бисер на нем, украшательство и фасон в целом. Но время опять же не пощадило его. В том плане, что данный трикотаж уже подрастянулся. Затем я расстаюсь с кофточкой, у которой от времени также растянулась ткань. И это очень видно в районе ворота, когда эта кофточка не надета на мне. Ну и даже когда я ее одеваю, все равно вот из-за обильного декора, достаточно тяжелого, она оттопыривается немножко. И в общем-то это не совсем эстетично, смотрится несколько неряшливо. И еще одна вещь, с которой мне в принципе нужно было расстаться до переезда сюда на квартиру, это кофточка с геометрическим рисунком. Последнее время я ее опять же носила на своем бывшем участке, занимаясь цветами. Когда погода была такая, ну не самая жаркая. Но тем не менее и не холодно. И в общем-то здесь она мне точно оказывается совершенно не актуальна. Где была моя голова при переезде, это закатка. А теперь векенштейн не из одежды. Я выкидываю открывашку для банок. Решила ее помыть в посудомоечной машине на режиме кастрюли. Это наверное не считая стерилизации, самый такой жесткий режим у нее. И вот вы видите результат. Открывашка абсолютно вся покрылась ржавчиной. Конечно же такая мне теперь не нужна. Да и открывала она консервы, честно говоря, совсем плохо. Теперь я даже рада, что больше стало поводов для того, чтобы она покинула мой дом. И чтобы я при этом себя за это не корила. И в этот раз я еще расстаюсь с мягкой игрушкой. Как вы видите, это котик вот такой вот достаточно большой. Мне его подарили. И когда мне его подарили, человек сказал, что он себя ассоциирует именно с таким котиком. Вот с таким внешним видом. Ну честно говоря, мне его внешний вид вообще никогда не нравился. В общем, этот котик живет со мной, жил до этого времени очень долго. Но из-за ремонта я решила, что нам все-таки пора расстаться. Нечему ему пылиться. А на нашей лестничной площадке есть молодая семья, у которых маленький ребенок. Мы как-то встретились как раз на лестничной площадке. Я их спросила, нужен ли им этот котик. Хотели бы они принять в дар вот такую игрушку. Они сказали, что с удовольствием возьмут. Так что котика я постирала, плюс засолила до этого, чтобы снять лишнюю энергетику с него свою. И теперь он готов к переезду к новым хозяевам. Но надеюсь, что во благо всем и всем на радость. А котику и тому человеку, который мне его подарил, я выражаю огромную также благодарность за то, что они были в моей жизни. И посмотрите, что я еще обнаружила на Векенштейн. Я уже хотела выходить из дома, хотела надеть этот шарфик. И вот обнаружила, что он весь в затяжках. Буквально за ночь или за это утро кошки успели поточить об него когти. Вообще такое впервые вижу за своими кошками. Ну, конечно же, шарф уже данный никуда не годится. Я с таким, конечно же, никуда не пойду. Тоже выкидываю. Ну, вот и все. Я показала вам все свои плановые и даже внеплановые Векенштейны. Про последние я надеюсь, что они точно закончились. И больше никогда не повторятся так вот неожиданно. Ну, и очень рассчитываю, что данное видео вам понравилось, конечно же. И если это так, то не забывайте отблагодарить меня, поставив пальчик вверх к этому видео. Мне будет очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои очередные ролики, которых впереди будет еще очень и очень много. Плюс я предлагаю вам подписаться на соцсети. Ссылочки на них находятся внизу под этим видео в инфобоксе. Открывайте, переходите. Я веду группу ВКонтакте, которая называется День из жизни кошки. И инстаграм, который называется точно так же, как и этот канал, то есть Елена Тигрина. На этих соцплощадках я выкладываю чуть ли не каждый день новости, из которых вы можете узнать, как я живу, чем я дышу. Надеюсь, вам это все будет также интересно. Ну, а на этом точно уже все. Всем огромнейшие удачи и пока-пока. До новых встреч.